Мы сейчас, дело в том, что просто так начинать растяжку и тем более, собственно, различные практики на гибкость, на повышение гибкости без разминки, без разогрева ни в коем случае не стоит. Поэтому сейчас мы сделаем суставную разминку, которая с одной стороны проверит, насколько ваши суставы здоровы и гибки, и насколько вы, в принципе, готовы, скажем так, уже приступить к тем упражнениям, которые сегодня будут даны, и насколько, в принципе, проблема сустава для вас актуальна. Если вы без проблем сделаете эту растяжку, ой, прошу прощения, разминку, так вы спокойно можете сразу переходить к растяжке и избавляться от вот этой деревянности, негибкости и такой вот рубленности движений. Очень хороший тест с одной стороны, а с другой – это разогрев. Разогрев перед самими упражнениями, которые обязательно нужно делать, иначе, собственно, мы рискуем больше навредить, чем принести пользу. Итак, суставная разминка. Давайте сейчас ее проделаем. Итак, мои хорошие, мы начинаем с вами суставную разминку. Делаем хватательные движения пальчиками. Поехали. 1, 2, 3, 4. Бросательные. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Отлично. Щелбанчики, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, отлично, складываем ручки в кулачок и вращаем, 2, 3, 4, в другую сторону, 1, 2, 3, 4, отлично, ручки перед собой, вращаем в локтях, 1, 2, 3, 4, в другую сторону, 1, 2, 3, 4, Разминаем плечевой сустав. Раз, два, тщательно прорабатываем. Три, четыре, отлично, в другую сторону. Раз, два, три, четыре, замечательно. И другую руку. Начинаем. Раз, два, тщательно, три, четыре, отлично. Раз, два, три, четыре, продолжаем. Поднимаем ножку, вытягиваем носочек вниз, затем вверх, внутрь и наружу. И вращаем стопой внутрь. Раз, два, три, четыре. Наружу. Раз, два, три, четыре. Поставили. Вторую ножку. Носочек тянем вниз, затем наверх, вовнутрь и наружу. Вращаем стопочкой. Раз, два, три, четыре. Наружу. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Поднимаем ножку, согнутую в колене. И вращаем. Разминаем коленные суставы в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. То же самое с другой ногой. Поднимаем. И делаем вращательное движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Поднимаем ножку, отводим в сторону. И выписываем круги в каждую сторону. По четыре счета. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поднимаем вторую ножку, отводим в сторону. И рисуем круги. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три. Закончили. Молодцы. Ножку вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, в сторону. Поменяли. Вторую ножку. Вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, в сторону. Встали ровненько. Подбородочек вниз, 1, 2, 3, 4, подняли головку и вверх, 1, 2, 3, 4, вкручиваем ручки вовнутрь, 1, и наружу, и внутрь, 2, наружу, и внутрь, 3, и 4, и, отлично. Ручки перед грудью и вращаемся, грудь смотрит вперед, отлично, 4, и еще 1, и 2, и 3, и 4, хорошо. Хорошо, наклоняемся вперед и раскрываемся всему миру, снова охватываем большое яблоко и раскрываемся всему миру, спинка у нас гнется дугой, ручки тоже, снова вперед и назад раскрылись, отлично, вперед и назад. Последний раз выпрямились, теперь вращаемся в талии, грудь поворачивается вместе с руками, отлично, по 4 раза в каждую сторону, попеременно. Замечательно. Приседаем и делаем движение таза вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. И пингвинчики шагаем на ровных ногах, потом носочки вовнутрь, шагаем, затем наружу, шагаем, шагаем, отлично, шагаем на носочках, затем на пяточках, затем на внутренней стороне стопы и на наружной стороне стопы. И закончили. Итак, мои дорогие, возвращаемся к компьютерам. Надеюсь, темп этой суставной разминки был не слишком быстрый для вас, и вы смогли спокойно повторять за наши ведущие каждое упражнение. И напишите, пожалуйста, оцените от 1 до 10, насколько легко вам было выполнять вот эту суставную гимнастику. По сути, вы прошлись по всем суставам нашего тела, начиная, собственно, от суставов пальцев, рук, потом, соответственно, лучезапясные, локтевые, плечевые, затем суставы ног, тазобедренные, коленные, голеностопные, и затем по позвоночнику. Разные отделы позвоночника просто прокрутили, посмотрели, насколько они гибкие, насколько они подвижны друг относительно друга, и, соответственно, вот эти движения, поворачивающиеся влево и вправо на разных уровнях, позволили вам проверить гибкость каждого. И даже вот эти движения тазом вперед-назад, крестец и копчик, поясничный отдел, насколько они подвижны, позволили нам проверить. Следующий элемент – это растяжка. То есть второй компонент восстановления легкости движений – это снятие напряжений с мышц, которые фиксировали, не давая, скажем так, перенапрягаться, вот эти проблемные суставы. В целом, у большинства, даже относительно молодых женщин, откуда возникает вот это напряжение во всем теле, которое вызвано даже не целью зафиксировать суставы, а в принципе оно во всем теле, это напряжение. Вспомните, как мы, сидя долгое время за компьютером, в одной позе работая, потом тело буквально просит подтянуться, и вы растягиваетесь, даже просто сидя, потекушечки такие делаете. Так приятно, да, это сбрасывается, вот это лишнее напряжение, которое от статичности позы скопилось. Такое приятное ощущение при растягивании, да, и, соответственно, это не только, скажем так, приятное занятие, но и именно необходимость, которую наше тело таким образом, вот как говорится, да, само не только попросило у вас, да, но и заставило вас сделать. Поэтому растяжка нужна абсолютно всем. Мои дорогие, практика не самая сложная, потому что, разумеется, без особой подготовки ничего сложного я вам не дам. Самые простые техники. И начнем мы как раз вот с упражнения, которое весьма и весьма вам знакомо. Это то, что мы делаем всегда, да, когда, скажем так, слишком долго находимся в одной и той же позе, да, чтобы сбросить это напряжение, чтобы снова запустить, да, кровообращение, да, как бы размять тело, мы делаем потягушки, да. Поэтому сейчас, стоя, ну, это полноценное упражнение, да, параллельно, позволяющее посмотреть, на что вы способны, как у вас, да, вообще с растяжкой. Поэтому встаем, ножки ставим ровно вместе, то есть не, как сказать, можно слегка, да, как бы их расставить, чуть на ширине плеч, и обе руки поднимаем вверх, разворачиваем их ладонями к потолку, да, можно головку поднять, можно ровно держать, как вам удобно. Если, скажем так, да, есть проблемы шеи, пожалуйста, тогда не запрокидывайте, просто поднимите слегка. Вот, и тянемся вверх. Желательно как раз ладонями, да, не кончиками пальцев в потолок упираться, а именно ладошки развернуты к потолку, и именно вот всей площадью ладоней тянемся, да. И смотрите, мои хорошие, у нас просто сложно переоценить значение визуализации при таких упражнениях. Мы, опять же, об этом будем еще говорить отдельно, но когда вы растягиваетесь, вы должны представлять себя гуттаперчевым мальчиком, а точнее девочкой, да. То есть вы должны чувствовать, как вы тянетесь, да, хотя бы мысленно видеть это, да. Ну и, разумеется, вы это чувствовать будете. Поэтому, когда вы делаете это упражнение, все внимание должно быть в вашей спинке. Вот представьте, как пружинка такая, да, когда вы ее растягиваете, ее кольца друг от друга, да, расходятся, вот так и ваша спиночка вытягивается, да, и даже, как бы, можно представить, как такое вот идет легкое увеличение расстояния между позвонками, да. То есть растяжка, такое приятное-приятное ощущение. Потянулись вверх, у вас будет, конечно, желание подняться на носки, но можете подняться, но потом сразу опуститься, не стойте на носках, да. Вот, и потягушечки, потягушки потянулись, потянулись вверх, минимум 15-20 секунд. И стоим, 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 тянемся, тянемся, тянемся. Прям очень хорошо, особенно если вы головушку не опустили, то еще и макушечкой вверх тянемся, тянемся, потянемся. Так, отлично. И позвоночник у нас, как пружинка, растягивается, да, потихоньку. Считаем про себя до нужного количества секунды, да, и затем плавно, не резко, не бухайтесь на пятки, если вы вдруг проигнорировали мое пожелание, да, и встали на носки и стояли все это время. Аккуратно, плавно опускаемся, да, на полную площадь стопы, если вдруг вы на носках стояли. И, соответственно, очень плавно, как вот такая пружиночка, да, которая опускается, да, ну, собственно, до своей нормальной длины. Вот так же и вы, да, не резко, бац, и отпустили, да, себя, а плавно, вот как говорится, позвоночник за позвоночником, так и вот пружинка, да, колесико на колечко, ну, вернее, колечко на колечко, да, в этой пружине друг на друга надевается, вот одно за другим, пока вся пружинка не встала на место. Вот таким образом аккуратно мы восстанавливаемся, да, вернее, как выходим из этой позиции, да, растяжка и, соответственно, возврат в изначальное состояние. Так, и единичку поставьте, и плюсик рядом с ней, если приятно было это упражнение, да, то есть растяжка такая первоначальная, самая простая. Мы как бы немножечко вот потянемся немножко вверх, да, вниз, по бокам, спереди и сзади. То есть, ну, вот такого плана у нас сегодня будет работа, такая начальная. Надеюсь, что вам понравится. И кто закончил, ставит единичку в чат и плюсик, если понравилось. То есть физически приятно это упражнение. Вообще растяжка такое колоссальное удовольствие доставляет, да, если ее делать правильно, да, в правильном последовательности, правильную нагрузку, да, без резких движений, не надо рвать себя, да не надо себя насиловать. Такой кайф от нее, прям вообще, не передать. Поэтому, конечно, нужно делать ее правильно. Так, хорошо. Так, теперь, опять же, упражнение-тест наклон вниз, да, то есть мы аккуратно, плавно, опять же, не нужно так и сломались, да, плавно наклоняемся вниз и тянемся ручками к носкам. И вы знаете, вспомните, да, наши уроки школьной физкультуры, как нас тестировали на гибкость. Ставили на край лавочки, да, и, соответственно, замеряли, насколько сантиметров наши пальчики окажутся ниже уровня лавочки, да. И здесь, конечно же, собственно, вот, может быть, дотянуться до носков даже не у каждого получится. Опять же, не насилуем себя очень плавно. Вот наклонитесь и сколько сможете, да, столько и выдайте. Да, вот тот результат и выдайте. Сейчас не нужны нам никакие олимпийские достижения. Мы себя тестируем и потихонечку подготавливаем, да, к дальнейшим, скажем так, плавно таким нарастающим нагрузкам. Поэтому, мои хорошие, не, как сказать, не нужно сейчас таких рывков, да. Аккуратно, плавно. И, опять же, в этой позе, вот, насколько вы сможете, да, наклониться, находитесь 5, 10, 15 секунд, после чего попробуйте чуть-чуть, да, еще вперед податься. То есть, ну как, наклониться чуть ниже. И еще 5-7 секунд вот в этой увеличенной, да, в этом увеличенном наклоне по пути. После чего очень плавно выпрямляемся, встаем. И после этого цифру 2 напишите в чат. Конечно, если у вас спокойно, скажем так, да, вы, я имею в виду, если у вас все превосходно с гибкостью, вы спокойно достаете пальцами до кончиков стоп, да, то прекрасно можно проверить себя, да. Можно встать, ну, на какой-нибудь, я не знаю, приступочек, да, то есть, если есть какая-нибудь ступенька или что-нибудь в этом роде, или хотя бы на какой-то толстый словарь, да, на книгу, так, чтобы, ну, стопы помещались на этой толстой книге. И проверить, насколько ниже уровня этой книги вы сможете наклониться. Либо же на ступеньке в подъезде, да, то есть, для тех, кто достаточно гибкий, соответственно, это, конечно же, ну, такие самые-самые базовые показатели растяжки, да. Порой те, кто стоят ладошками на полу, уже более сложные вещи сделать не смогут. А именно они гарантируют вот эту вот плавность, гибкость и свободу, да, и лёгкость движений. Потому что понятно, что, вот, как говорится, да, основные поверхности тела растянуты хорошо, и это здорово. Но всегда выдаёт вот жесты, да, микродвижения, которые, вот, как говорится, реальную картину и показывают, да, как говорят, я вам в деталях, так здесь он у нас в микродвижениях. И над ними мы сможем уже поработать, да, когда уже более-таки сложные версии растяжки будем делать. Так, цифры 2 для тех, кто растянулся, да, 10-15 секунд, и потом ещё 5 на чуть более глубокую растяжку, да, цифру 2 в чат. Так, перед, перед мы растянули, да, теперь, ой, прошу прощения, собственно, спинку, да, Теперь боковые стороны туловища. Здесь, ну, опять же, пожалуйста, старайтесь не геройствовать. Мы сейчас просто себя проверяем, да, никакого дискомфорта сейчас не нужно себе создавать, никаких там, знаете, неприятных ощущений, тем более боли. Встаём к стене. Вот, как говорится, степень близости, да, к вашей к стене будет определять вашу степень растяжки. Чем ближе, тем, соответственно, лучше растяжка, да, потому что вам нужно не просто рядом со стеной встать, ну, может быть, на расстоянии полуметра, да, или чуть дальше от стены, но наклониться к ней и обеими руками встать на стену. И вот вы поставили обе руки на стену и отталкиваемся от стены, выгибая, да, боковую часть наружу, вот как лук, да, выгибаемся. Вот, вот у вас растяжка будет, собственно, да, от, собственно, лучезапястного сустава верхней руки, которая стоит, да, над вашей головой, и до самых голеностопов, то есть вот именно по этой стороне тела, то есть вот действительно как лук, да, будете выгнуты. И вот именно вот эту сторону растягиваем и, конечно, смотрим, во-первых, насколько далеко вы встали от стены, во-вторых, насколько без дискомфорта вы можете прогнуться, да, потому что вот этот прогиб – это тоже показатель степени, как бы, вашей гибкости, да, то есть как бы понемножечку отталкиваемся руками от стены, постепенно прогибаясь, вот как лук, да, который натягивают, на котором натягивают тетиву, он прогибается, вот так и мы прогибаемся в сторону от этой стены нашей, да. Можно даже ножку поднять, да, вот вы, допустим, левой стороной к стене стоите, да, правой наружу, растягивается как раз правая сторона, и для усиления можно остаться стоять на правой ноге, левую ножку чуть-чуть поднять, да, и прогнулись. То есть ручками можно даже поперебирать по стеночке вниз, да, чтобы больше такой прогиб был. Те же 15-20 секунд постояли, ну, я имею в виду в максимальном комфорте, до которого вы сейчас дошли, а потом на 5 секунд чуть-чуть еще прогнулись, на 5-7 секунд. И потом плавно, опять же, перебирая ручками по стеночке вверх, 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 аккуратно выпрямляемся, выходим из позиции, да. Да, бережно к себе относимся, не нужно, как бы, думать, что, ой, там у меня все в порядке, сейчас я распрямлюсь, да, не нужно, мои хорошие, как говорится, с мышцами и с фасцами не шутят, может так зажать, что, ой-ой-ой, да. Конечно, это пройдет через пару дней, но зачем себе лишние проблемы создавать, да. Поэтому мы готовимся, да, к более сложным вещам, осваивая более простые. Так, тетива лука у нас с одной стороны, да, повыгибались, покачались, 15-20 секунд, потом 5 дополнительных на легком усилении и плавненько возвращаемся, встаем и то же самое проделываем с другой стороны. Хорошо, умнички. И как только уже со второй стороны сделаете, поставьте мне троечку в чат. Не торопитесь. Вторую сторону растягиваем аккуратно, плавно, не спеша. 20 секунд на обычной стойке, да, потом 5-7 на чуть-чуть усиленной. И встаю. Так. Итак, мы с вами растянули заднюю часть, боковые, теперь у нас осталась передняя, да. Смотрите, если с обеих сторон трудновато, да, то, соответственно, значит, что обе боковые части у вас стянуты. Это, кстати, ну, редко когда бывает, чтобы они были сжаты и стянуты равномерно, да, то есть, как бы мы именно поверхности тела рассматриваем, потому что у нас даже миофасциальное полотно, да, спереди, сзади, по бокам идет вертикально, да. И, соответственно, никогда они, вот прям тютелька в тютельку равномерно не спазмируются. Какая-то сторона всегда сильнее, какая-то слабее, да, как бы напряжены. И из-за этого, вот у нас, как бы, да, очень часто перекосы идут в теле, асимметрии, да, поэтому растяжка, она очень хорошо убирает асимметрии в теле. Как бы, да, она равномерность создает со всех сторон, да, сзади, спереди, по бокам перекрестные, собственно, да, как бы вектора. Потому что у нас миофасциальные, как бы миофасциальные полотна идут перекрестно через грудную клетку, да. Вот. Так, теперь, мои хорошие, перед растяжкой передней поверхности тела у нас будет небольшая подготовительная работа, потому что не все сразу резко растянутся спереди. У нас передняя поверхность тела самая зажатая. Хоть нам кажется, да, что там, может быть, спина, поясница у нас перенапряжены, на самом деле, передняя поверхность тела от вашего подбородка и до кончиков пальцев ног одна из самых зажатых. Особенно это вот как раз вот, как раз вот подбородка, да, и по лобок. Почему? Потому что, ну вот, грубо говоря, посмотрите на свою осанку, да. Мы же не выгибаемся, как говорится, пузом вперед, плечами назад, да. Мы выгибаемся наоборот, да, у нас горб на спине, ну, я имею в виду, сгорбливаем спину вопросительным знаком, плечи опускаем. А почему? Потому что сжимаясь, передняя поверхность тела перетягивает заднюю, да, и мы как бы вот куда тянет, туда и гнемся. Соответственно, нам, чтобы равномерность нашей осанки восстановить, нам нужно как минимум, да, вот эту переднюю поверхность тела растянуть, да. Заднюю мы порастягивали, у многих это легко получается, ставим ладошки, да, она и так растянута. А вот переднюю растянуть, это такой прям челлендж, да. Соответственно, сейчас мы перед тем, как будем прогибаться и растягивать переднюю часть, нам нужно немножко подготовиться. Для этого встаньте, пожалуйста, на колени и вытянутые руки, ну, это поза на четвереньки, да, и опустились назад, да, и вниз, как бы это самое, опустили тело на пяточки, вытянув руки вперед, и вот в этой позе прям находитесь хотя бы секунд 30, да, и внимание на спину, то есть вот как бы вот при вот этой растяжке все внимание на спину, если надо, чуть-чуть прям ручками поперебирайте вперед, чтобы хорошо почувствовалась растяжка. То есть это такое балансирующее упражнение, которое, ну, поможет нам, ну, как бы немножко восстановить, да, напряжение между задней и передней поверхностью тела. 30 секунд вот в такой позе, называется поза эмбриона с вытянутыми руками. Давайте я засеку 30 секунд, чтобы вам было легче, чтобы мне нужно было про себя считать. Главное в эту позу встать, да, то есть на четвереньки, потом опустились назад. Главное проверьте, чтобы у вас, собственно, да, ягодицы касались пяточек, не попка кверху, да, чтобы вы не в таком поклоне земном склонились, а чтобы именно это была, как бы вот позиция, которая позволит растянуться. Так, и засекаю 30 секунд просто в ней повисеть, так скажем, да, потому что, ну, возможно, при наличии, допустим, лишнего, там, жирочка на животике, да, очень сложно будет так вот, скажем так, да, идеально принять такую позу, но ничего страшного, как сможете. Главное не сильно задирать попу кверху, да. Хорошо, закончили. Аккуратненько, плавно выходим из позу, да, то есть, соответственно, снова на четвереньки и затем просто сядьте на свои ножки. Ну, если у вас сейчас они, как бы, могут, могли у кого-нибудь затечь, поэтому можете просто на коленочках пока постоять. Сейчас я покажу уже последний наш растягивающий, ну, нашу растягивающую технику, да, вот для передней поверхности тела. Так, а, прошу прощения, поставьте только мне, пожалуйста, четверочки, чтобы я знала, что вы справились, да, чтобы мы можем двигаться дальше. Так. Так, хорошо. И последнюю нашу позицию сделаем для растяжки. Итак, мои дорогие, последнее упражнение на раскрытие грудного отдела и на растяжку передней поверхности тела, да, как я уже сказала, от подбородка и хотя бы вот, ну, если уж не до кончиков пальцев, то хотя бы до колен, да. Смотрите, как мы работаем. Значит, встаем, вернее, да, на колени, ручками упираемся либо, собственно, в поясницу, либо хотя бы в ягодицы, ну, если уж в ягодицы, ну, в ягодицы уж так или иначе, да, нужно упереться, чтобы какую-то опору получить. И прогибаемся вперед, да, разумеется, в идеале, да, это прогнуться так, чтобы вы могли руками, да, взяться за свои лодыжки. Но для начала, разумеется, это то, к чему мы будем стремиться. Для начала прогнуться надо, ну, вот хотя бы вот таким вот образом, да, и здесь не столько важна, вот именно, как говорится, да, там, ну, не знаю, угол наклона, да, потому что некоторые думают, что сейчас я наклонюсь, и все будет здорово, сколько вот эта вот степень прогиба, да, то есть вот этот наш, опять же, натянутый лук, да, который вот выгибаемся вперед. Вот это важно, вот этот аспект важно отработать. И, опять же, внимательно, пожалуйста, отслеживайте зону шеи, да, если есть проблемы шеи, не запрокидывайте голову, а просто держите ее, ну, как, соответственно, телу, да, ну, можно слегка поднять подбородок, сильно не запрокидывайте. Ну, или же, если все в порядке, то как раз наоборот, поскольку у нас идет натяжение прямо от подбородка, да, то вы дополнительно, подняв подбородок, его еще усилите. То есть не наклон назад нам нужен, а выгиб вперед, да, то есть вот хотя бы 10 секунд продержитесь, уже будет прогресс. 15-20 вообще круто, вообще шикарно. Для начала, для старта самое оно. Это мы такие основные, базовые, да, скажем так, упражнения сделали на растягивание вот основных поверхностей тела. Спереди, сзади, по бокам, а уже более такие детальные проработки, причем не столько миофасциальные, сколько конкретных мышц, удерживающих конкретные суставы, да, то есть ягодичные мышцы будем растягивать, мышцы бедер будем растягивать, да, то есть все необходимые мышцы, которые нам нужны впоследствии, да, для того, чтобы освободить суставы, чтобы легкость движения у нас появилась. Вы сами будете чувствовать, когда на мастер-классе будем работать, что, допустим, там растянули ягодичные, о, у меня ноги, как говорится, поднимаются и вперед, и вбоку, и в сторону на любое расстояние, да, и вы почувствуете с удивлением, что даже при лишнем весе, там, если животик мешает или что-то, у вас легкость появилась, вы можете спокойно, как говорится, да, вот амплитуда движения увеличилась, да, чем бы вы, как говорится, не двигали и куда бы вы не двигали, там, рукой или ногой. Так, мои хорошие, пятерочку, как только сделайте, да, то есть 10 секунд, как минимум, лучше 15-20, считаем про себя самостоятельно, прогиб держим и плавно из него выходим, да, аккуратно выпрямляясь и посидеть на корточках, да, то есть на пяточках своих, либо же сесть, ну, подняться уже и сесть на стульчик. Не расстраивайтесь, если у кого-то что-то пока не получается, это нормально, нормально, это даже то, что у вас уже что-то получается, даже с этими упражнениями, это вообще, как бы даже не столько растяжка мышц, как растяжка миофасциальных полотен, да, то есть это такая уже более глубокая проработка, поэтому те, кто справляется с ней, вы уже молодцы, мы даже не с самого-самого простого начали, ну, с простого, но все-таки как бы такой уже, можно сказать, второй уровень, да, поэтому вы умнички!